Я уже давала тест на опущение матки, но, судя по отклику, он оказался сложноват. Много вопросов прилетало, многие девочки не поняли, как и что. Поэтому я решила записать вам новый тест, более простой, то есть совершенно простой, проще не бывает. Но прежде чем я дам вам этот тест на опущение матки, простейший, я хочу немножечко пояснить, потому что, как выясняется, для многих девочек это тоже непонятная тема. Бывают опущения матки, а бывают опущения вагинальных стенок, то есть это разные вещи. Есть опущение передней вагинальной стенки, есть опущение передней вагинальной стенки с мочевым пузырем, это называется цистоцеле, есть опущение задней стенки со смещением прямой кишки, называется ректа цели есть опущение по центральной зоне это когда опущение уже и самой матки и вагинальных стенок то есть вообще вся структура поплыла вниз на выход то есть вы пожалуйста не путайте как проверить стенки это другие тесты мы сейчас то есть у девочки может быть опущение вагинальной стенки но матка можно оставаться на месте или наоборот то есть вот эти моменты вы тоже должны понимать сейчас я вам даю тест именно на матку да на опущение матки и так как мы действуем для начала тебе нужно хорошенько помыть руки вы моих с мылом вытри насухо протри хлоргексидинчиком пока идешь в спальню ручки у тебя высохли укладываешься на кровать на подушку то есть у тебя должна быть под плечами и под головой подушечка чтобы у тебя вот такое немножечко было с вот такой подъем туловища ножки ставишь в упор то есть сгибаешь коленки и ставишь ноги затем два пальчика заводишь себе во влагалище вовнутрь прям вот до упора указательный нужен палец и средний то есть ты легла на подушке ножки у тебя согнуты и ты два пальца завела себе во внутрь средний и указательный как можно глубже и внутри этими двумя пальцами начинаешь двигать в разные стороны и искать то есть прям вот во все стороны там пошевели этими пальцами покрути туда-сюда максимально сильно там покрути еще глубже заведи прям на самый максимум и еще покрутим если ты ничего не нашла ура у тебя нет опущения матки но если ты наткнулась пальцами на что-то твердое скользкая она шейка если ее нащупывают девочки она ощущается как инородный предмет многие об этом говорят что как будто бы что-то чужое там нащупала внутри то есть вот и пальчики завела и шейка матки она очень скользкая такая сопливенькая и жесткая и если ты нашла эту шейку значит у тебя опущение уже есть чем глубже шейка матки от твоих пальчиков тем в меньшей степени опущения чем меньше расстояние от входа до шейки тем глубже опущение тем серьезнее ситуация еще какой момент бывает так что матка смещена либо кпереди либо кзади либо в один бог завалена там как с тобой с одной стороны у девочки связочный аппарат поврежден и она у нее съехала а с другой стороны в норме связочный аппарат поэтому она может бог переместиться поэтому шейка может быть неровно она может находиться вообще над лобковой костью практически то есть вам нужно прям хорошенько внутри там от пальчиками все 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 облазить и посмотреть когда вы ее нашли наткнулись если посмотрите сколько от входа то есть прямо тут другим пальцем или другой рукой зафиксируйте в где у вас вход во влагалище от пальчиков выньте и посмотрите на каком расстоянии у вас шейка и вы будете по крайней мере уже четко знать как и что то есть в положении лежа шейку сама себе девочка нащупать не может если она находится в нормальном положении в других положениях тела там нужно еще смотреть в каких потому что мы меняем положение тела и меняется соответственно положение внутренних органов чем слабее связочный аппарат тем больше вот это вот амплитуда движения этих органов тема чем мощнее связочный аппарат чем он крепче тем меньше двигаются внутренние органы и меняют свое положение при при смене положения тела в общем девчоночки замеряйте свои матки дай бог чтобы у него всех у вас были на своих местах будьте здоровы